Здравствуйте! С вами вновь я, Александр. И сегодня ко мне в руки попала интересная коляска от компании Joy. Модель называется Muse. Она интересна тем, что она недорогая и очень хорошо укомплектована и качественно сделана. Поэтому давайте с вами ее сегодня вместе и изучим. Собственно, вот коляска Joy Muse. В двух словах сначала расскажу вам о ее технических характеристиках. Открою вам ее, чтобы ее было видно. О технических характеристиках она предназначена для детей с 3 месяцев до 3 лет. И максимальный вес ребенка не более 15 килограмм. Поэтому учтите это при покупке. Изучать мы ее начнем с вами сверху вниз. Начнем мы с ручки. Ручка здесь у нас классической формы. Не двойная, цельная, с прорезиненным материалом. Из минусов хочу сразу отметить, что нет возможности регулировки. Вообще нет возможности регулировки. Но огромным плюсом является то, что здесь под ручкой в комплектацию входит органайзер. Здесь полочка и подстаканники два штуки. Поэтому это очень удобно. Что касается капюшона. Капюшон здесь выдающихся размеров. Полностью закрывает ребенка. Вот это видно вам хорошо. Также в нем есть смотровое окошко с клеенкой, чтобы не промокало. И вы спокойно смотрите за ребенком. Регулируется он тоже соответственно очень просто. Но реально очень хорошо закрывает ребенка. Крутой капюшон. Так, что касается сидения. Сидение классическое соответственно. Что мне нравится? Спинка жесткая, она никак не гамаком. 95 градусов угол наклона. Очень круто. Ребенок реально может просто сесть, а не обязательно быть завален. Что касается непосредственно сидения. Сидение тоже большое, широкое и длинное. Имеем подножку, которая тоже спокойно регулируется. Что касается безопасности, используется система с пятиточечными ремнями, мягкими накладками на плечевую зону ребенка, паховую зону. Также есть бампер-столик. Бампер-столик тоже регулируется, отстегивается с двух сторон. Тоже очень здорово. И к плюсам можно отнести то, что в нем также имеется своего рода такой органайзер с полочками, с подстаканниками. Тоже очень удобно. Так, что касается вообще материалов, используемых в коляске. Здесь все тоже достаточно здорово, ткани приятные, пошито все хорошо. Тактильно они реально не раздражают, так достаточно приятно на ощупь. Сидение мягкое, тоже очень здорово. И высокая спинка, заметьте, высокая спинка, это очень удобно. Так, что касается самого шасси, шасси металлическое. Достаточно прочное, я уже поюзал ее со всех сторон. Не скрипит, не люфтит шасси. Сделано добротно. По поводу амортизации, сейчас я вот понажимаю, и вы сами поймете, какая она здесь. Спереди небольшой ход у колес есть. Сейчас посмотрите, как это выглядит сзади. Сзади уже немножко печальнее, потому что амортизация там очень слабенькая. Так, что касается колес. Колеса здесь не очень большого диаметра. Но она не внедорожник, это городская коляска. Ее более чем достаточно ездит по городу. Они не резиновые, это полиуретан. Зато не проколете никогда и долго будут ходить. Вот. И сразу хочу обратить внимание ваше на корзину. Корзина большая, глубокая и с очень удобным доступом к ней. Это, не знаю, мне кажется, да и футбольный мячик спокойно можно просунуть. Вот. Что касается непосредственно тормоза, давайте сразу посмотрим. Мы имеем педальки с двух сторон, но они соединены воедино, поэтому тормозят сразу оба колеса. И тормоз хорош тем, что нужно оба раза, снимая, ставя на тормоз, давить сверху. Не нужно колупать обувью и пачкать ее. Это тоже здорово. Вот. Это коляска всесезонка. И она стала такой еще и благодаря тому, что в комплектацию входит вот такая накидка на ножки. Накидка ножки реально теплая, большая. Сейчас я приблизительно просто накину так слегка. И вы поймете, как это будет выглядеть. Цепляется это все, естественно, за подножку. Вот. Натянули, одели. Все. И получается, здесь все плотно по бокам, снизу плотно, сверху бортик, чтобы меньше ветер задувал. И ребенок очень хорошо закрыт. Плюс еще имеем большой козырек, капюшон накрыли и все. Поэтому вот и зимой, и летом эта коляска будет себя чувствовать хорошо летом из-за козырька, а зимой из-за того же козырька и из-за накидки на ножки, которая идет в комплектацию. Очень здорово. Так, давайте я теперь вам покажу. Кстати, про колеса здесь сказал. Передние колеса, естественно, поворотные и имеют возможность блокировки для преодоления неровностей. Очень здорово. Что касается складывания. Давайте сразу посмотрим. Здесь сверху кнопочка с рычажком. Вот сразу обращаю ваше внимание на то, что коляска складывается не наружу, а внутрь. Соответственно, когда вы кладете ее, вы кладете заднюю часть, в багажник грязный, еще куда-то. Вот. Это тоже можно отнести к плюсу. Вот. Она достаточно компактная коляска. Вот. И она, если колеса правильно поставить, она может стоять. Очень удобно. Также есть ручка, за которую можно перенести. По-моему, удобно. И давайте еще вам покажу сразу спинку, как регулируется спинка. Вот здесь сделана очень классная система. Не система ремешков, когда их там натягиваете, а обычный рычажок, которым на себя тянем. И опускаем. И получаем здесь 170, если память не изменяет, по-моему, 170 градусов угол наклона. Очень удобно. Задняя стенка, соответственно, отстегивается. Можно отстегнуть ее. Тем самым летом создать микроклимат такой для ребенка, чтобы там проветривалось в жаркую погоду. Зимой на липучечках стеночка закрывается. Вот. Собственно, все, что хотел вам рассказать про коляску, я рассказал. И подытожу. На мой взгляд, очень интересный продукт. Сейчас у нас уже почти Новый год, 2016-го, 26-е число, вроде бы, как декабря. Она стоит сейчас в районе 7,5 тысяч рублей. И учитывая ее стоимость, ничего лучше я вам не мог бы сейчас предложить. С такой комплектацией, таким качеством сборки. Поэтому реально ищите, как говорится, дешевое сердито. Реально посмотрите на эту коляску. Она реально неплохая. И в заключение хочу поблагодарить магазин Первая коляска за то, что предоставили эту коляску нам для обзора. И если это видео вам было интересно, полезно, что-то для себя подчеркнули, это помогло подтолкнуть, помочь вашему выбору. Соответственно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, а вам, собственно, хорошего выбора. И с наступающим Новым годом у вас. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok